Добрый день, это программа интервью дня. Меня зовут Дарья Масолова и сегодня гость нашей открытой студии Эккерт Фёдор Эвальдович. Фёдор Эвальдович, добрый день, спасибо, что пришли к нам. Добрый день. Немецкий национальный район имеет очень давнюю историю. Первые переселенцы, насколько я знаю, появились еще в 18 веке. А вот скажите, с чего начались главные работы по организации немецкого района? Главные работы начались, наверное, они были, район-то существовал с 1928 по 1937 год. И, наверное, когда вот пришла демократия в нашу Россию и к нам сюда, жители, которые помнили еще вот тот район, который был в 30-е годы, они как бы воспряли духом, и пришла идея восстановить, воссоздать опять немецкий национальный район. Инициативная группа, ее возглавил некий Буллер Иван Яковлевич, житель Орлова. Ну, тут на месте потоптались, не получилось. Они поехали в то время к Кулешову. Он был председателем Алтайского краевого совета. И оттуда потом пошло, создали рабочую группу, во главе с Жильцовым, председателем исполкома краевого совета. Возглавлял здесь на месте рабочую группу Классин Георгий Петрович. Началось с того, что приехали изучить с руководителями, с главами сельских советов, тогда они председатели сельского совета, какое отношение у них к тому, чтобы воссоздать район. Естественно, боязнь была у руководителей, то, что если появится район или районный центр, это уйдут отток людей, значит, финансовые вложения какие-то надо. Но краевые власти успокоили, что они берут на себя это все. Ответственность на себя, финансы на себя. Так что только организационно помогать в основной линии этого района. Ну и получилось очень быстро. В конце марта появилась эта группа, и 1 июня уже был подписан указ, тогда еще председателем Верховного совета Ельциным. И с 1 июля... Какого года? 1991 года. И вот началась работа по созданию... Конечно, до этого проходили опросы жителей и изучили, насколько жители относятся к этому вопросу. Ну, вот так грубо, 80% были за. Хорошо. Но вот сегодня на Алтае проживает около 70 тысяч немцев, и это больше, чем в любом другом регионе России. Вот как сегодня выстраивается отношение немецкого района с Германией? Ну, вот, знаете, если говорить о сегодняшнем, где, наверное, лучше скажет Эдуард Васильевич, он только приехал с межправительственной комиссии, где определяются программы развития российской поддержки российских немцев и район в целом здесь. Поэтому, ну, я бы сказал в двух словах, что нормальные отношения. Отношения с Германией, как они были, так и последние, что они складываются. Ну, просто я к чему спрашиваю, ведь немецкая сторона очень многое сделала для развития района, начиная от того, что они построили здание администрации района и проложили дороги, и в 15 лет возглавляли немецкий район. Вот эта помощь, она, ну, скажем так, всегда была одинаковой, или все-таки в последнее время ее стало меньше? Естественно, она стала меньше, она была очень значимой в 93-98 годы. Мы получали очень хорошие суммы, все-таки мы выстроили жилье, это 20 с лишним двухквартирных домов, три вот блока трехэтажных. Вторичного рынка мы много, у нас была возможность, потому что люди уезжали, освобождался вторичный рынок, и мы закупали на средства Германии эти дома, которые у уезжающих, и заселяли людей, которые приезжали к нам, это Киргизия, это основная масса Казахстана, российские немцы. И у нас прошла волна миграции в два этапа. Первая волна прошла, это наши коренные уехали, вторая волна, это те, которые приехали из Казахстана немцы, и тоже уехали в Германию. Потом третья волна, это были смешанные семьи, либо жена, либо муж русский, или другой национальности, вот они как бы и здесь сегодня закрепились, и здесь сегодня живут. Поэтому и сократилось-то само население немецкое в этом плане. На сегодня. Ну вот сколько сегодня процентов от коренного населения немецких? Коренного, если говорить о коренном, то процентов 6-8. Осталось? Осталось, да, коренного. Незаметно то, что сегодня какая-то семья выезжает, какая-то семья приезжает назад. Этот процесс тоже идет сегодня. Просто дело в том, что несмотря на то, что коренное население-то уехало, а, скажем так, немецкая-то атмосфера, чистота, порядок, они остались. Мне кажется, что к вам людей даже можно на перевоспитание отправлять в район. Ну, я еще раз говорю, что примерно, наверное, в пределах 30, наверное, сегодня, я даже если еще лучше скажу, сколько процентов осталось. Но давалось это нелегко, понимаете? Когда наши люди выезжали, села такими были, такими, как сегодня они есть. И мы приложили очень много сил с главами администрации к тому, чтобы научить людей жить так, как жили наши. Чтобы сохранить, да? Потому что, если сосед вышел, покрасил забор, увидите, что они все покрашены, не мог отсидеться, хотя надо было идти, говорит, милый мой. Ну, ты же видишь, сосед что делает, выйди, тебе же неудобно. И вот с такими подходами мы людей приучили, и сегодня никого не надо уже выгонять или вызывать на улицу, навести, наводить порядок. Снег сошел, все люди на улице, все убрали, все покрасили. Это уже, знаете, как бы с генами приходит теперь. Мне кажется, в этом отношении, наверное, вот все-таки главам поселений проще, да, с таким населением общаться, когда и люди готовы что-то тоже делать для развития района, а не только требовать. Конечно, конечно, они сами, люди инициативные в этом плане сегодня редко. Я еще, это за большим исключением, что кого-то надо сегодня уговаривать, чтобы он шел и убирал там, или красил, или белил. Приходили, как доходило до того, под Сосново, но вы видели. Это самая старая деревня, да, у вас в районе? Да, самая старая деревня в районе. Доходило до того, если ты пришел на работу, наряд утром так назывался раньше, пришел на работу, тебе и дома ты не покрасил ворот и забор, иди домой покрась, потом придешь на работу. Это позор, это неудобство, да, и все. Это даже так. Так была поставлена работа руководителя и его службы в отношении к культуре и созданию облика вот этого села. Но вот мы пока здесь работаем, мы заметили, что в принципе на улицах не очень много людей. То есть я так понимаю, что днем вообще все задействованы на работе, у вас же очень много крупных предприятий, сельхозпредприятий, да? Да, ну, знаете, наверное, один бич, что сельхозпредприятия сегодня все-таки не все сохранились, а перешли в крестьянские фермерские хозяйства, просто фермерские хозяйства. Там немножко подсократилось население, увеличился отток людей сегодня, выезд на работу. Ну, где кто, кто под Москвой, кто на севера, чтобы как-то надо содержать семью, кормить, детей одевать, обувать. Люди вынуждены вот таким методом сегодня идти. Ну, а на улицах вы вечером можете увидеть, а днем никогда у нас не было много людей, потому что все заняты своим делом. После обеда, когда завершается учебный процесс в школах, вот ребятишки у нас на улице. Изначально, когда приезжали москвичи, да и барнаульские коллеги и друзья, слышна была только немецкая речь. Ребятишки бегают, все на немецком, в магазин заходишь, все на немецком. Конечно, сегодня этого уже нет, но как-то поражало людей, вот приехав сюда и настолько. У нас было 5-6% другой национальности людей, а в основном 95% было немецкое население. Хорошо, тогда вот еще такой вопрос, уже время эфира подходит к концу. Сами немцы, которые приезжают в Германию, какие-то, может быть, представители именно таких официальных делегаций, вот когда они приезжают в немецкий район, они, в принципе, на чужой вот здесь земле чувствуют себя как дома? Вот что они говорят? Они себя чувствуют как дома, потому что, ну, внешне схожесть есть с ихними селами, которые там есть. Конечно, если это летом, зимой, хотя и не зимой, всегда довольны нашей зимой. Это всегда привлекало. Мы сохранили кухню немецкую лучше, чем германцы там у себя дома. Они поражаются, что такие блюда, которые мы им представляли и давали, угощали их, значит, это... Они уже потеряли это, да, поэтому они себя тут свободно чувствовали и очень... И еще все-таки не могу не спросить, очень коротко, будьте добры, ответьте. Вот все-таки нет ли у вас и у других жителей вот опасения, что, может быть, со временем вот эта вот немецкая культура, эта немецкая педантичность, она может как-то вот сойти на нет? Или все-таки вы считаете, если за столько лет вам удалось сохранить, то так и будет в дальнейшем? Я не опасаюсь. Есть доказательства тому, что мы каждый год проводим Зонерфест, это праздник лета, да. Можете приехать, когда я вот три года подряд хожу туда, именно услышать немецкую речь, посмотреть традиции, обряды немецкие, и они сохранились. Они сохранились сегодня больше, чем было это в 80-70-х годах. У нас, если идет культурная программа или концертная программа, 50% остальные национальности, 50% на немецком. Поэтому у меня опасения такого нет. Спасибо большое, что пришли, но будем надеяться, что так и будет. Я напоминаю, что гостем нашей открытой студии был Экерт Федор Эвальдович. Хорошего дня, оставайтесь с нами.